Всем привет! Меня зовут Роман и это мой канал о хоккее. Вчера записал выпуск по поводу победы сборной над шведами. Позднее вечером Чехи без шансов выиграли финнов со счетом 2-0. И стало ясно, что игра России с Чехией станет определяющей в борьбе за победу на этом кубке. Начало матча выдалось очень сложным, трудным для нашей команды. Чехи просто, знаете, напоминают мне канадскую сборную, которая задача в первые 10 минут смять соперника и потом уже доигрывать. Просто такой шквал атак, не то что голову поднять, даже там выйти из зоны не получалось. Одна, вторая, третья атаки. Чехи были очень быстрые, такое ощущение было, что это они молодой состав привезли. Надо дать честь нашим ребятам, которые смогли выстоять, правда не без ошибок. Был чудовищный поперечный пас с угла своей зоны, и Чех его перехватил. И просто чудо, что не попал в ворота. Тогда за Аскарова сыграла штанга. Аскара вообще топ. Ротарь, конечно, показывает свою выдающуюся игру. И если он сохранит свою форму и сумеет демонстрировать ее на молодежном чемпионате мира, то, конечно, шансы у этой сборной будут очень высоки. После стартового натиска чехов нашим удалось не пропустить. И постепенно, постепенно стали получаться какие-то вылазки в атаку. И на исходе периода удалось реализовать большинство. И сделал это, кто бы вы думали, снова Родион Амиров, который забивает уже третью шайбу подряд. В прошлом выпуске я подробно говорил об обеих шайбах, которые он забросил. Здесь он тоже сыграл важную роль и снова забил первым за сборную. И позволил России уйти на перерыв со счетом 1-0. За второй период было немного боязно. В перерыве я переживал. Думал, сейчас Чехи выйдут, как в первом периоде начнут, здорово. Но надо отдать должное нашей команде, которая здорово провела концовку первого. И здорово провела начало второго. И в этой шайбе Ченахова я бы хотел отметить. И вот вам специально покажу этот гол сначала. Что предшествовало этому перехвату, когда Сафонов выводил Ченахова на бросок. Сам Ченахов поехал, сделал силовой прием за воротами. И после чего шведский нападающий, который спустился вниз, сделал неточную передачу. Сафонов перехватил и вывел Ченахова на бросковую позицию, который, конечно, свой, наверное, один из лучших бросков в этой команде реализовал. После 2-0 я выдохнул. Я почувствовал, что теперь станет легче. Все-таки есть небольшое преимущество в счете. Но Чехи стали играть жестко, грубо. Пытались вот тут все время задираться. И в одном из таких эпизодов очень сильный удар в спину получил Спиридонов. И нанес ему этот удар вообще там, я думал, какой-нибудь там ветеран и прочее. А 16-летний парень, который играет в полной маске. И это большинство, это пауэрплей было очень важным. Но не удалось его реализовать. Однако, как только вот он вернулся на лед, получилась такая атака с ходу, в которой... Подкознен протащил шайбу по левому борту. Здорово там обыграл своего нападающего. И передал шайбу Афанасьеву. И тот вообще без обработки просто хлестко бросил в 9. И счет стал 3-0. Очень здорово. Кстати, после гола там тоже была какая-то потасовка. В общем, очень переживал за то, что Чехи, вот у них есть такая черта в их играх. Что они любят вот эту борьбу, сыграть грязно, жестко, чтобы себя завести. Но благо это не переросло в какое-то массовое удаление, в какую-то драку. Удалось успокоиться. И, в принципе, со счета 3-0 игра шла под нашу диктовку и напоминала уже матч с финнами. У Чехов был еще один момент. Они попали снова в каркас ворот, как в первом периоде. Получилась быстрая атака с ходу. Но Перекладина сыграла за Ярослава Аскарова. В перерыве перед третьим периодом я тоже думал о том, что, в принципе, да, счет 3-0. Преимущество. Но все-таки там сейчас какая-то одна шайба. И начнется нервяк. Однако, в третьем периоде получилось так, что Россия была ближе к четвертой шайбе, нежели Чехия к своей первой. Удалось отставить Сухарю Ярославу Аскарову. Россия взяла кубок Кариела. И это потрясающий результат для нашей команды. Шведы возмущались, что русские привезли какой-то экспериментальный состав. Не самый сильный. Но даже этот состав, собранный из молодых ребят, сумел достичь хорошего результата. И самое главное, влюбить нас в свою игру. Будем надеяться, будем следить за тем, что будет происходить с подопеченными Игоря Ларионова. До молодежного чемпионата мира остается чуть меньше двух месяцев. Так что будем воспринимать этот турнир как генеральную репетицию перед МЧМ. И следить за теми, кто полюбился нам в ближайших матчах чемпионата КХЛ. Ну и на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте, что у вас роман с хоккеем. Всего доброго.